Сейчас в это, конечно, сложно поверить, но еще 50 лет назад вместо разбитого дорожного полотна здесь лежал крепкий асфальт. И эта дорога была единственная и главная до Владивостока. Но сегодня об этом помнят разве что местные жители, которые уверены, что о них уже давно позабыли. И это несмотря на то, что дорога находится в черте города. Всего лишь в 28 километрах от центральной площади и относится она к дальневосточной опытной станции ВИР федерального значения. До 90-х годов больше известная как Всесоюзный институт растениеводства. Но о том, что здесь занимаются научной полезной деятельностью, сразу и не скажешь. По виду это обычная деревня. Уставшие гнилые заборы, фонарные столбы без намеков на освещение. Есть автобусная остановка, но общественный транспорт не ходит. И, как уже стало понятно, два километра абсолютного бездорожья. После таяния снегов грунт совсем исхудал и передвигаться на чем-либо стало крайне затруднительно. Поэтому, не дожидаясь прихода спецтехники и властей, вировцы, так называют себя местные жители, решили сами обратиться за помощью. Написали письма мэру, губернатору и обратились в партию «Единая Россия». К слову, такими процедурами они занимаются уже не первый год. Опять начали писать, тишина, везде отписываются, дорога нестандартная, что-то узкое там. В общем, мы никому не нужны. У нас здесь дети, у нас школа, автобус новый, год или два года. Разбитый уже, все, там дрова. Чуть ли в овраг не скатывались. Иногда не приезжал автобус, мы ходили то пешком или родители нас возили. А до школы, которая находится на станции «Весенний», идти нужно через федеральную трассу около часа или 30 минут до ближайшей автобусной остановки. И многие так и делают, потому что не у всех есть автомобили. К слову, всего на Вере проживает приблизительно 600 человек. Это 50 домов в частном секторе и одна пятиэтажка. Но главным зданием здесь принято считать то, где сосредоточена вся научная жизнь местного населения. В этом году опытной станции исполняется уже 87 лет. Гениальность была Академика Вавилова в чем? Не случайно выбрана эта долина. Здесь окаймленная эта долина, окаймленная сопками. И создается микроклимат такой, что проявляются все болезни на полевых культурах, на овощных культурах, на плодово-ягодных культурах. Это позволяет сохранять уникальный вид растений, создавать новые сорта и отправлять селекционные материалы в различные точки мира. Примечательно, что за образцами, которые собрал ВИР, приезжают ботаники из Китая, Японии, Кореи, Швеции, Канады и многих других стран. Например, американец Джим Гилберт в гостях у местных ученых уже второй раз. Впервые на ВИР он приехал 18 лет назад и сейчас снова вернулся, чтобы набраться опыта, поделиться своими знаниями и пообщаться с русскими друзьями. Здесь очень хорошая коллекция разных культур, особенно актинилия, жимолость, лимонник, соя. Я считаю, что станция сейчас очень… людям здесь нужна поддержка. Как вороты падают, задания не в хорошем состоянии. Все ВИРовские коллекции – это 52 гектара земли. Основные работы приходятся на весну и, конечно же, осень. Сотрудники станции трудятся в основном в полях, в садах и на винограднике. Важно не срезать самое главное – то, что дает плоды. Надо убрать все лишнее, все мертвое, все больное. А все, что будет свести, надо оставить. Кстати, Дальневосточная станция ВИР – это филиал института растеневодства, который находится в Санкт-Петербурге. Именно туда и отправляются приморские ученые за повышением квалификации. Соответственно, и финансирование также поступает от федералов. Но эти деньги, как правило, идут только на научную деятельность. А вот ремонт, покупка оборудования, тракторов и прочего – все за свой счет. Но карманы ученых и лаборантов наполнены разве что семенами и корешками. А помощи от приморских властей ждать не приходится. Коллекция сои у нас огромная, можно сказать, уникальна. Она примерно составляет около 70% всей мировой коллекции, которая имеется на земле. Сотрудники отмечают, что в последнее время интерес к станции стали проявлять не только ботаники, но и другие жители Владивостока, которые приезжают сюда за красотой. Горожане устраивают фотосессии в цветущих весенних садах. Но все бы ничего, если бы люди не вредили растительности. Многие оставляют здесь мусор, а с собой забирают выкопанные кустарники или отломанные черенки. Сейчас станция находится в стадии реорганизации. Мы сейчас должны будем составить антикризисный план, согласно которому деятельность станции будет, скажем так, более эффективной. В ближайших планах у нас решение вопроса с организованным экотуризмом. То, что сейчас происходит на наших садах, это недопустимо. Кроме того, ученые планируют создать питомник плодовых деревьев. Для этого дела уже есть инвесторы. Но прежде всего ВИР, конечно, нуждается в нормальной дороге. А сегодня с федеральной трассы в сторону станции отсутствует даже указатель. Мы с этим вопросом обратились в администрацию Владивостока и вот, что нам ответили. По поддержанию грунтовых дорог, в частности, на участке Вавилова-Ландышева станции ВИР, запланированы на конец мая 2016 года. В состав работ будет входить профилирование дорожного полотна с нарезкой кюветов и водоотвода за дороги. Как пообещали в администрации, для начала дорогу просто проградируют. Но как только пройдет летний сезон, на ВИР завезут и свежий грунт. А пока же телестанции разглаживают дорожное полотно своими силами, самостоятельно нанимают спецтехнику и делают все возможное. При этом сами смеются. До первых дождей. Валерий Белоус, Александр Бортовщук, Андрей Макаров. Новости на 8.